Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами Ирина Разумовская, автор и руководитель проекта «Живые мемории». Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Ирина Разумовская, автор и руководитель проекта «Живые мемории» посвящена Владивостоку. В ее основу легла книга Элеонора Лорд Прей «Письма из Владивостока» 1894-1930. Какой временной отрезок понадобился для того, чтобы от возникновения идеи прийти вот уже к результату, учитывая то, что это анимация, учитывая то, что это воспоминание, которое нужно было найти, прочитать и отобрать? То есть вот какая дистанция понадобилась для того, чтобы это реализовать? Ну, наверное, нужно начать с того, что мы придумали и запатентовали название и концепцию проекта, наверное, уже года два с половиной. Потом собирались сценарии. Их осталось десять серий, но чтобы отобрать эти отрывки и воспоминания, нужно было прочесть, наверное, раз в десять больше книг. И этим мы занимались еще полтора года. Потом мы поняли, какого все должно быть жанра, формата и вот этого вот сложно сочиненного коктейля. И мы подали заявку на президентский грант и выиграли его год назад. И производство, когда уже были готовы сценарии, было понятно, кого мы берем в режиссеры анимации, художники анимации и даже примерные артисты. Вот это сжатое, супермобильное, многоцеховое производство, в котором участвовало примерно человек пятьдесят, где-то заняло полгода. Скажите, а вообще слово анимация, оно возникло на самом раннем этапе разработки замысла или вы пришли к этому уже в процессе? Сразу, потому что мы поняли, что это наиболее, наверное, выразительный из всех средств медиа, которые нам доступны для того, чтобы отразить прошлое и погрузить в его атмосферу. Я никогда не забуду иллюминации Василия Блаженова, старых башен, которые стояли на месте нынешнего исторического музея Спасских и Никольских ворот и старых московских рядов. Мы простояли там целые кампании от начала и до конца. Красная площадь была, море людских голов, и все, как зачарованные, дивовались и любовались. И действительно, мне кажется, я никогда не видал после лучшей картины. Купола Василия Блаженова вырисовывались на темном небе, как что-то сказочное. Ночь была темная, народ не шумел, и настроение в этой ночной народной тишине было не только торжественное, а священно торжественное. Мы сразу отмели художественное кино, не только потому, что это очень дорого. Мы хоть и называемся документально-анимационный проект, но из документов у нас остался только текст, который читают артисты. И тот факт, что все художники и режиссеры анимации опираются на кадры, фотографии, хроники и так далее. Но мы выбрали этот жанр, где нужно построить самому этот мир. Хочу перейти к фигуре Элеоноры Прей, которая является главной героиней серии о Владивостоке. Для Владивостока, конечно, эта личность более чем известна. Но мне кажется, что в общем корпусе мемуарной литературы она далеко не самая известная. Вот расскажите, как она выкристаллизовалась среди ваших героев. Ну, вы абсолютно правы, я не знала о существовании Элеоноры Прей до того, как я вообще услышала о музее Арсеньева, который стал нашим главным партнером. И, в общем, так получилось, что слава о музее прекрасном этого города, о его директоре, она как-то гремит на всю страну и Москву. И мне там сказали о том, что есть вот такой прекрасный музей и директор, и что там есть выставка, посвященная целой книге писем и мемуаров. И это все как-то настолько заинтересовало, что стало понятно, что нужно включать Владивосток в карту нашего проекта. И когда уже я здесь оказалась по своей основной другой работе журналистом, мне посчастливилось получить эту книгу, потому что в Москве вообще-то ее тогда было нельзя купить. И вот так мы вынесли эту славу об Элеоноре Прей из города Владивосток, потому что теперь они ее знают везде. И в Москве она пользуется большим, так сказать, спросом в том плане, что всех интересует, что это за героиня и кто такая Элеонора Прей. 22 июля 1894. Жизнь здесь легкая и очень веселая, так мне кажется. Но так как я из восточной глубинки, я не бывала много в обществе. Владивосток – это крепость империи, как Мальта или Кронштадт. Поэтому здесь, конечно же, огромное число офицеров, как армейских, так и флотских. Князья, обороны, вице-адмиралы, золотые голуны, шевроны и медные пуговицы, столь обильные и повседневные, как мухи дома. Все это повергало меня в трепет, когда офицеры начали наносить нам визиты. Но теперь я могу проглотить все это, даже не моргнув. Мне приходилось принимать двух вице-адмиралов, капитана высокого ранга, барона и бог знает кого еще. Но я жива и рассказываю об этом. А как у вас в голове соотнеслось то впечатление об историческом Владивостоке, которое вы впитали со страницы ее книги, с той картинкой, которую вы увидели, когда оказались в Владивостоке? Из-за того, что мое знакомство с городом, оно изначально было через Элеонору Прей и как-то под ее знаком, то мне кажется, мне это помогло, потому что у нее же с такой любовью описан этот город и этот климат и этот парадокс этого города, что мне кажется, я так и восприняла его. И вот я здесь второй раз и абсолютно о неравнодушном оставляет этот город и так же, как Элеонору Прей поражает его многосоставные какие-то элементы и то, какой он может быть разный. Я много в каких городах бывала и в рамках нашего проекта и вообще по долгу службы, и я могу сказать, что этот город, Владивосток, ты запоминаешь и никогда не будет Владивосток, что-то не припомню, вот такого не может быть. Ты сразу припоминаешь, как бы, что это за ландшафт, что это за особенность и климатическая, и географическая, вот, и это здорово, когда город с такой особенностью. Несмотря на то, что проект в целом анимационный, у каждой серии есть свой голос и свое лицо. И это прекрасные российские актеры, в большинстве своем очень известные, такие как Кирилл Пирогов или Галина Тюнина. О том, как находились герои, как находился голос для каждой серии, расскажите немного. Это тоже была такая же работа по поиску и какому-то подбору, как и режиссеров и художников анимации, потому что мы вместе с моим братом и соавтором проекта Михаилом Разумовским занимались тем, что мы думали, какой артист в идеальной нашей картине мог бы отобразить этого героя, быть похожим на него по органике, кому будет близок наш проект. И так получилось, что нам повезло, мы сразу поняли, что мы можем, в общем, наши аппетиты не уменьшать, потому что так получилось, что сразу согласился Алексей Гуськов. Ему очень отозвался этот проект. И когда я подумала, ну, раз Алексей Геннадьевич может, значит, и все остальные, кто возникает в моей голове из виш-листа. И, в общем, это была такая кропотливая работа по поиску, по предложению, по связи с ними и разговору. И все, кто у нас в проекте, это люди, которым прежде всего отозвался этот проект. А кто занимался литературной редактурой? Условно говоря, выбирал те фрагменты, которые будут озвучены. Ну, вот сценарист этого проекта я. И в основном мы занимались этим вместе с Мишей, который вот савтор. Есть серии, которые мы так и говорим, что вот это его серия, потому что это он прочел всю книгу, это он принес этот отрывок. Но большинство серий, наверное, все равно за мной. И как-то основной корпус мемуаров как-то так получается, что я в основном читаю. Но мы оба собираем это по крупицам. Ну, я, скажем так, привожу это в тот вид сценарный, в котором уже видит зритель. Вы же не за интуицией, отбирая фрагменты, потому что зачастую многие страницы хорошие мемуарные прозы. Хочется озвучить, хочется, чтобы они прозвучали. Конечно, в таком мире мемуаров, конечно, нужен какой-то куратор и проводник, особенно у людей не сведущих. Несмотря на то, что я закончила филологически и исторически, это не значит, что я суперспец в жанре этом. Ну, во-первых, наверное, добрую половину книг нам помог как-то и дал со своей полки наш отец, потому что он историк и телеведущий. Феликс Разумовский. Остальное мы находили сами, сталкивались и нам помогали уже как раз по нашей работе, потому что я вот работаю на канале Культура. Миша архитектор и работает очень много с малыми городами и территориями России, поэтому вот так вот как-то все и собиралось покрупиться. Скажите, а вы сознательно поставили, скажем так, крайние границы, это где-то вот начало 20 века, там, постреволюционные годы, и не стали заходить дальше? Пока что взяли вот этот стык 19-20 веков? Пока, скажем так, так сложилось, но я могу сказать, что я не думаю, что это случайно, хотя это не значит, что в нашем проекте не может быть мемуаров позже, там, постреволюционные у нас и сейчас есть самая, да, сейчас точка хронологическая, это 1933-1934, когда Ангелевскую премию получает Бунин. Но это не значит, что мы никогда не возьмем мемуары позже. Просто так получается, что, наверное, это связано очень с сверхидеей проекта. Его главная задача отвечать на вопрос, кто мы, какую страну мы наследуем. Больше всего понятно про эту страну, читая мемуары 19-го и рубежа веков, потому что их, во-первых, огромное количество. И вот эти бриллианты этой литературы, а мы все-таки не обо что берем и достаем, как бы, да, и это большая очень исследовательская работа. И, наверное, больше всего ответов на этот вопрос, который стоит в названии нашей команды «Кто мы?» находится вот в этом отрезке. Не без труда забравшись с помощью подставленного ящика в высокий товарный вагон, совершенно темный, грязный, прокуренный, осенью 1920 года мы временно переехали в Москву. 23 часа ушло на то, чтобы проехать 106 километров до Москвы, сидя на полу среди мешков. Николай Карлович не спускал со своих колен папку с забытыми мотивами. Уехать из России навсегда никогда не было его намерения. О своем отъезде он говорил так. Может быть, это и нехорошо, но меня заботит моя музыкальная судьба. Уезжая, я совсем не о себе забочусь. Я увожу свою музыкальную работу. Ненадолго. Только на время. Россия всегда была. И навсегда осталась родиной Николая Карловича. Если говорить о ваших литературных пристрастиях как читателя, вообще мемуарная проза, она входит в число вашего любимого чтива? Какие у вас с ней складывались отношения? Никаких отношений у меня не складывалось с мемуарами до того, как мы придумали этот проект. Придумали мы его, потому что нам в руки попалась небольшая книга, которая теперь является основой для первой серии проекта из воспоминаний Всеволода Мамонтова. И вот когда мы прочли эту малозаметную тоненькую книжечку, купив ее в музее Абрамцева, то мы подумали, что вот никто не знает ни эту книгу, ни этот жанр вообще не очень популярный. И как бы вот что-то такое придумать, чтобы книги воспоминаний по-новому и как-то по-особенному преподнести молодым людям и вообще внедрить в мир медиа современный. И вот так вот. И с тех пор, знаете ли, я читаю только книги воспоминаний. Мне кажется, это мой крест, моя участь и мое счастье. А при создании визуализации, при работе художника-аниматора, вы отдавали ему образы правления или высказывали свои пожелания? Потому что самобытность каждой серии, она вообще не то, чтобы высказывали свои пожелания. Мы очень жестко курировали этот процесс. Мы принимали все, начиная от палитры и раскадровки, заканчивая до каждой сцены, где Михаил следил за точностью всех, включая архитектурных деталей эпохи, чтобы мы, не дай бог, где-нибудь не соврали. Не потому что мы позволяли, и, собственно, от режиссеров и художников анимации требовалось создать этот мир фантазии, погрузить в атмосферу. Все, что они придумывали режиссерски, все эти ходы – это их работа. Но основываться нужно было на документе. И вот выдержать этот баланс между атмосферностью и этим миром, который создан, его не было таким. Это творчество. И документом вот мы как бы держали ухо востро и глаз тоже. Я предполагаю, что, конечно, широкому кругу зрителей будет интересно ознакомиться с проектом, но все-таки вы внутренне адресовали его какой-то определенной аудитории? Вам хотелось, например, чтобы молодых людей это зацепило и заставило как-то больше углубиться, может быть, в изучение? Вы знаете, вот мы задались этой целью, что мы нашим ровесникам и молодым людям. Ну, в команде работало около 50 человек, и все они где-то примерно плюс-минус 25-35. И мы абсолютно точно попали. Просто нам дают выкладки, поскольку мы занимаемся продвижением проекта и следим за тем, кто его смотрит, до какой секунды, минуты. Мы получаем это от той команды, которая у нас этим занимается на YouTube-канале, и мы абсолютно угадали. То есть вот наша основная аудитория – это 25-35, и мы счастливы. Как вы думаете, в перспективе может этот проект оказаться хотя бы какой-то малой частью образовательного процесса? Потому что, мне кажется, вот ему самое место где-то в классе на уроке литературы либо истории, где совсем не дурно было бы ознакомиться. Вот вы абсолютно в яблочко, и мы к этому не были готовы. То есть если с аудиторией мы, что называется, задались целью и попали, то то, что вы сказали – это то, с чем мы столкнулись, когда сделали проект. Самый популярный запрос и фидбэк, который оказался – это «А можно нам это внедрить в нашу образовательную программу?» Мы немножко как-то были не готовы, но мы уже проэкспериментировали и провели несколько уроков в специализированной гимназии, правда, пока только в Москве, где получили от преподавателей и учеников тоже очень живой отклик, и стало понятно. И первое, что мы услышали после урока – пожалуйста, вы можете создать такой сайт, чтобы мы сами могли продолжать вести эти уроки. То есть за каждой серией скрывается целый пул личности, эпохи, деталей времени. Мы специально это все туда заложили, но никак не думали, что это будет интересно такому кругу вообще зрителей-читателей. И вот то, что это оказалось еще и на просветительской такой линии, продолжено в плане образования и аудитории как раз гораздо меньше 25-20 лет – это очень здорово. И мы думаем над этим и попытаемся как-то это додумывать. Первые 10 серий «Живых меморий» имеют название «Первый сезон». Дает ли это надежду всем, кому проект полюбился, на то, что появится второй сезон, и есть ли уже какие-то предпосылки к этому? Мы мечтаем продолжать проект. У нас готов второй сезон почти полностью сценарно и идейно. Тут нужно надеяться на то, что мы как-то сможем это продолжать, и искать дальше, и находить финансирование. Вы уже упомянули, что ваш проект называется «Кто мы? Медиа?». И далеко не только живые мемории созданы вашими силами и стараниями. Вот из тех проектов, которые мне еще как-то запали в душу при ознакомлении накануне нашей встречи – это «Очаги». Он обращается к таким знаковым, но при этом небольшим российским городам, где, собственно, эти самые «Очаги культуры», они либо возрождаются, либо они там и не умирали. Вот серия про Коломну мне невероятно запомнилась, вообще прекраснейшая. Расскажите немного о других начинаниях в рамках «Кто мы?». Ну вот нам повезло, мы в 2020 году, для многих роковым, выиграли два гранта президента. Один – это мы создали первый сезон проекта «Живые мемории». Второй – на тот самый проект «Очаги» мы сняли пять серий. И тоже мечтаем об еще примерно 125 сериях. Если проект «Живые мемории» – это про героев прошлого, то проект «Очаги» – это про тех, кто сегодня работает на ниве русской культуры и созидает ее. Абсолютно с вами согласна, что… Вы знаете, очень хороший комментарий среди… Когда мы еще что-то «Пилот» сняли, проект задуман 6 лет назад. То есть, представляете, как я долго к этому шла и вынашивала его дольше, чем «Живые мемории». Очень классный комментарий оставил какой-то зритель, что «Спасибо, погрелся». И вот мне кажется, этот проект про «Погрелся», про то, что очень нужно сегодня подсвечивать этих людей, снимать про них документальное кино и для них самих, потому что они не должны чувствовать себя маргиналами и какими-то совершенно идущими против трендов и течений людей. И для всех остальных, потому что очень многим людям нужно вдохновение. И нужно… Когда меня давно очень спрашивали, вот, а зачем вот тебе это все нужно? У меня очень простой есть ответ. Вот чтобы человек, с какой бы работой он не пришел вечером, он включил этот фильм, а он идет всего 7 минут. Сегодня как-то, в общем, да, она больше пока и не поднимается рука. И ему захотелось на следующий день, у него появились силы и желание встать на его работу, какой бы она ни была. Это, ну, очень важно, чтобы были силы и черпалось откуда-то вдохновение. Вот для этого мы и снимаем эти самые очаги, и наши герои – это просто… это кладезь. Это вообще фундамент, на котором стоит эта страна. Вот так вот я пафосно, может быть, скажу, простите. Как нашлись эти герои, как вообще находятся новые лица? А вот тут как раз, если вы вот в титрах посмотрите, у нас есть, значит, автор сценарий, вот это вот я, значит. У нас есть человек, который все это снял, смонтировал, просто великолепнейший оператор и режиссер. И дальше есть такой титр «Герои пространства» Михаил Разумовский. Вот большую часть героев как раз опять же находил мой брат Михаил Разумовский, потому что он столько ездит по России и столько работает с этим пространством, что ему встречались эти люди, и так же, как вот и меня, и всех, кто делает проект «К том виде», не оставляли равнодушным, и он так же, как я, мечтал, и мы складывали их в копилочку. Вот, и мы складываем, у нас есть вот копилочка очагов, которых мы мечтаем еще снять. Нам помогают зрители, потому что можно нам прислать свои какие-то истории, герои и так далее, претендентов. И мы таким образом надеемся очень расширить географию. Вообще для нас очень важно пространство страны. Мы показываем его через наши проекты, чтобы не было такого... Вот мне очень не нравится очень распространенное впечатление, причем не только у тех, кто живет в столицах, но и у тех, кто туда рвется и кто туда приезжает, что только там сосредоточена жизнь. Вот это вообще не так. И это просто вот антитак. И те... вот очаги — это про это. Дело в том, что не ты делаешь место, а место тебе делает. Надо так вписаться в него, чтобы стать частью этого места. Все, что способствует воспитанию добра, необходимо возрождать. Это ведет за собой такую надежду, что место будет живым, красивым, ухоженным. И вот этой такой утраты или какой-то такой запущенности больше никогда не будет. Я думаю, что наш разговор не может считаться законченным без того, чтобы упомянуть не только вас и Михаила, но и вашу прекрасную семью более широко, включая вашего отца. На протяжении многих лет он ведет программу, он журналист, он историк, он мыслитель. Расскажите немного о семье, о том, что вас с Михаилом сформировало именно такими, какие вы есть, чтобы вы продолжали его дело, подхватили и делали его так, как теперь видите и чувствуете, это можно делать. Тут что можно сказать? Мы бы с Михаилом никогда не были бы такими и не создали «Кто мы? Медиа», если бы у нас не было таких родителей. У нас в семье есть такая легенда про малосольный огурец, что чтобы он получился, это должно находиться какое-то количество времени в рассоле. В общем, только рассол и это воспитание с поездками по России с детства, с тем, что мама нас водила в Третьяковку каждую неделю, как знаете ли, в общем, на службу. И, кстати, на службу нас тоже водили, и это тоже очень важно. Консерватория, и мы учили стихи. И то самое важное, что не нужно к этому относиться, что типа, а вот сейчас мы все заучим, значит, стихи, как надо водить детей. Это все было естественно, и это самое важное в нашей семье, что это все не серии «Так надо заняться с детьми культурой», и, в общем, что там у нас, музеи, театры. Вот нет, культура – это вообще не про это. Культура – это когда ты в этом вырос и не можешь без этого жить. Поэтому, ну что, это наш вектор, наш капитан, наша семья – это фундамент, без которого было невозможно все это начать строить. А мы только, понимаете, в начале пути. Что там еще впереди? Кстати, ваши родители как восприняли? Папа? Были ли они в числе первых зрителей? Они были в числе зрителей, которые пришли на премьеру, но я вам открою секрет. Когда я рассказала папе про идею нашего проекта, он сказал, слушай, какая-то… Что это такое? Семь минут, за них вообще ничего невозможно понять. Нет, ну это все какое-то современное. Я говорю, нет, ну это кто вообще что поймет? Прошло три года, он был на премьере в Москве, в кинотеатре, 10 серий смотрел подряд, и самый наш большой поклонник. Он теперь мне доказывает, что только так возможно, значит, вот показывая их 10 подряд, получить эту, значит, прививку русской культуры. Ужасно топят теперь за нас. Я желаю огромного успеха вашему проекту. Получила, как ваш папа, как многочисленные зрители, огромное удовольствие от просмотра 10 серий. Поэтому спасибо большое. Спасибо вам большое. Успехов вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.